дорогие друзья всем здравствуйте меня зовут анна и вы на канале купить недвижимость в испании мы в декабре но по крайней мере я в декабре а вы будете смотреть может быть в январе но это неважно примерно будет одинаково холодрыга жуткая так что мы с вами будем сегодня делать мы с вами сегодня посмотрим квартиру под аренду купленную когда-то не со мной много лет назад и которую мне передали соответственно в управлении мы с вами находимся где в замечательном районе на очень хорошие улицы проспект компонар соответственно и район называется компонар до проспект компонар это очень хорошее место приличный проспект начинается от парка турия и продолжается куда-то продолжается смотреть мы с вами будем на этой улице квартиру для тех кто на канале еще не был и не знает о каком компонаре я говорю очень плохо новички значит обязательно находите у меня раздел валенсия в теории валенсия на практике районы валенсии и ищите там район компонар и смотрите его мы с вами идем вот в этот вот красивый домик он недавно отреставрирован и будем смотреть квартиру так идем с вами вот этот вот у нас серый дом и напротив него тоже очень приличные дома поворачиваете голову влево он какой хорошенький домик тоже да и фрук и фруктовая лапка рядом мы с вами были как раз таки за этим домом там улица кончита пикер я вам про нее рассказывала очень много всего мы вообще с вами гуляли вот поэтому а вот среди деревьев по этой аллее мы с вами гуляли но сейчас мы уходим назад вправо и будем с вами двигаться в сторону квартиры которую будем смотреть так заходим с вами на проспекте компонар в подъезд он же номер дома говорить не буду ну зачем это не важно проходите так заходим оцениваем все да немножечко все вместе оцениваем сами ну что нормально вот это вот две квартиры они не квартиры это вход в ресторан в кафешке в рестораны вот с этих сторон до что мы здесь имеем нормальные ящички нормальная плитка в принципе все более-менее хорошо дальше идет не очень но все-таки смотрите здесь у нас ли не большой лифт но нормальный и есть лестница винтовая пойдемте по пройдемся так поднимаемся с вами по лестнице ведь она вот такая винтовая кручу-верчу запутся хочу вокруг а огибает лифт по кругу так ну вот смотрите вот так вот выглядит лифта я просто на лифте редко езжу в основном хожу пешком соответственно но вам показала все идем с вами теперь к квартире и будем ее смотреть как дорогие мои зашли мы с вами в квартиру начинаем ее изучать что мы имеем коридор зашли мы в коридоре ну что тут в принципе сел переоделся повесил вещи все скромненько до достаточно и у нас начинается первая спальня идем сюда вот такая у нас вот получилось спальня я здесь ремонт не делал я квартиру получила ну практически в таком виде да я вот там картиночки подсела вот на такие картинки вот по наклеивала да эти они как 3d изображения очень здорово смотрятся и недорогие так что мы здесь имеем кровать как обычно там тумбочки до изголовья и вот такой вот встроенный шкаф он здесь был но у него по ходу то ли было занавесочка то ли было что-то такое дверцы тут вроде не было никакой то есть были занавесочки но сейчас вот так это все сделано вот собственно так это все выглядит и смотрим мы с вами окошко у нас выходит как раз таки на на авенида компонар проспект компонар с которого мы начинали в принципе тихо мы вот сейчас здесь находимся он проспект крупный вот так шумно ну вам может быть в камеру будет не слышно ой как холодно господи боже вот но здесь в принципе сейчас очень хорошо окна хорошие и не видно так выходим с вами из этой комнаты идем по коридору там у нас вход и попадаем с вами в гостиную здесь вообще квартира довольно интересная по испанским меркам вообще не испанская потому что здесь большие пространства что редкость вот у нас такая получается гостиная она в принципе не маленькая да ее можно и по-другому здесь все расположить но пока расположили так что мы здесь имеем кондиционер вот такая вот стена терпеть не могу такие стены да но это тут все на любителя кому-то нравится вот такой голый кирпич кому-то нет мне нет мне холодно и так я на нее смотрю мне еще холодней что высокие потолки здесь да где-то опущенные где-то нет вот здесь вот например он такой какой должен быть а дальше он везде опущены идет ну так сделали что еще так идем на кухню вы посмотрите какая кухня но это же же ж не везде жишь такое счастье то найдешь вот такое где можно плясать понимаете обычно вот так вот знаете приставными шагами вышел приставными шагами зашел а здесь смотрите как классно то есть вот здесь есть ну во первых и кухня большая сама в себе п-образная да скажем так и плюс смотрите вот здесь вот место здесь в принципе небольшой столик вполне влезет чтобы можно было кушать прямо здесь просто у нас там столик большой стеклянный поэтому сюда он не лезет ну и конечно же не советую никогда покупать стеклянные там столы и стулья потому что ну сами понимаете да если квартира в аренду то очень много шансов что стола не будет очень быстро ну собственно так до кухню мы с вами посмотрели все здесь хорошо здесь газовая колонка газовая хотел сказать отопление раскатала губу ничего здесь нет никакого отопления как и во всей валенсии до отопления в испании не в не в испании в валенсии отопление это редко здесь нет батарей здесь нет отопления в редких домах газовая но здесь газ у нас идет на исключительно на горячую воду потому что здесь плита не газовая либо может быть и на то и на другое но в данном случае не наш вариант ну вот такие вот шкафы тут интересные видите вот так вот выдвигаются и ну в общем кухня не икеевская как вы поняли да сделанная когда-то другими людьми и скорее всего испанцами вот и очень классно дальше заходим с вами сразу по коридорчику в ванную опять сильно удивляемся опа здесь тоже можно плясать вы видели такое вообще такую редкость вообще чтобы у вас вот такое было место для умывания извините меня ну и ванна идите посмотрите это настоящая таки джакузи друзья мои прямо кузя ведь тут можно ну все что угодно делать собственно для тех кто на канале первый раз и не знает о чем мы тут удивляемся с завсегдатами обычно ванная в испании ванная комната это как вот это джакузи чтобы вы понимали здесь у вас должно уместиться раковина унитаз и собственно дело будете мыться вот это то есть два на два а тут у нас три раза два на два вот поэтому очень конечно классно даже беды тут оставили от типа не мешает да и да даже два окошка есть в общем здесь можно сделать я так понимаю 22 туалета но они просто здесь ни к чему так выходим и двигаемся с вами дальше идите сюда идите сюда я вас заманиваю у нас осталось две комнаты одну мы посмотрели на входе зал посмотрели кухню и ванную и у нас осталось еще две комнатки одна комнатка она особо не оборудована она пустая то есть тот кто заедет в нее жить тот уже себе и обустроит что ему нужно то здесь вполне влезет кровать да даже может быть комод вот можно поставить в общем все здесь в принципе хорошо так и последнее у нас осталось комната заходим сюда значит здесь у нас что здесь у нас уже двойная кровать до на 140 ну и так вот скромненько сделано до небольшая вешалочка место немного поэтому не хочет хозяйка загромождать все шкафами до большими но при желании клиента как говорится в смысле жильца все можно сделать а то есть это у нас ведь окно во внутренний двор то есть нас один кстати вот внутренний двор можете носу быть посмотреть что там есть то есть туда вниз голову сунули посмотрели что там есть ну тут все нормально это вот видите как красиво сделано низ потому что это крыша бара а вот и наверх нам смотреть далеко потому что солнце к нам естественно не попадет окна старые как ведь типичный такой знаете внутренний колодец да вот для тех кто спрашивает обычно вот это колодец это не внутренний двор это маленький узкий колодец ну не самый узкий но все-таки и пойдемте заглянем вот в этой комнате где мы с вами были тоже заглянем с вами в колодец вот здесь он побольше да можете так посмотреть не буду окно открывать он здесь побольше вот это вот лифта наверняка в другого дома лифт то есть здесь колодцы обычно они объединяют либо два соседних дома либо это один дом так ну что теперь мы с пройдем куда-нибудь присядем и я вам что-нибудь расскажу так ну что дорогие мои давайте сами оценим зафиксируем в голове да все что мы посмотрели а так как мы квартиру с вами не видели там ни до ремонта ничего соответственно помимо того что она сдается в аренду на данный момент за 1200 на сдается в аренду мы с вами на втором этаже в доме с лифтом в отличном районе компонар одном из лучших районов хорошо не самый лучший но это очень хороший уровень района да и давайте с вами оценю квартиру про плюсы и минусы поговорим какие у нас есть минусы минусы естественно есть куда же без них ну давайте сами тоже можете меня накидать для меня минус основное главное это отсутствие балкона ну вот такой я человек хотелось бы выйти да даже пусть это будет шумный проспект все равно хочу выйти да а дом без лифта и в смысле без балкона с лифтом да это для меня такой основной минус еще какие минусы ну никаких собственно потому что в колодец комнаты это извините не минус это норма а норму бесполезно записывать в минусы потому что она будет везде на как говорится если это существует везде то извините плюсы а плюсы у нас много на мой взгляд много это и район и дом с лифтом и хорошее состояние квартира нас примерно в таком состоянии была куплена это огромная ванна это огромная кухня классная да это ну три спальни в принципе хорошее состояние да и и все хорошо на мой взгляд все хорошо метро рядом парк туре идти 8 минут до парка туре и до торгового центра который называется ну его сын еще интересный момент куплена квартира была а я не знаю когда но очень давно то есть до того как со мной человек познакомился была куплена в ипотеку ну давайте возьмем где-то наверное может быть шестнадцатый год где-то там за восемьдесят две тысячи или восемьдесят три ну короче вы поняли что это смешно 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 сейчас за 160 на такую квартиру ажиотаж поэтому ну в принципе человек очень сильно выиграл да но учитывая что есть ипотека оплатив ипотеку остаешься как бы с голой копой да поэтому продавать нет смысла и как я уже сказала сдается за 1200 естественно это зависит от сезона когда-то она сдавалась там за 600 за 700 за 800 за 1200 сдается сейчас и рассчитана она на соответственно ну считайте в принципе по-хорошему на четыре человека главная спальня это два человека и две маленькие спальни по одному человеку вот собственно такие дела надеюсь вам понравилась квартира пишите про плюсы и минусы которые вы еще видите до новых встреч в эфире всем пока